Птицеводство – популярная отрасль сельского хозяйства как в России, так и в мире. В последние годы она активно развивается, внедряются инновации, новые технологии. При этом уровень потребления птицеводческой продукции высок и продолжает постоянно увеличиваться, что подтверждает перспективность всей отрасли птицеводства как минимум на ближайшие годы. Сегодня на территории Кашхабского района насчитывается немало крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся разведением птицы. И с каждым годом их количество увеличивается. Один из стимулов для занятия птицеводством – гранты, помогающие хозяйствам развиваться быстрее. В общем, в Кашхабльском районе последние 2-3 года более слаженно, лучше стали заниматься животноводством, можно сказать, за счет получения грантов. Все мы знаем, что с 2012 года в республике существуют гранты для начинающих фермеров и семейно-животноводческих ферм. С 2012 года в районе участниками грантов стали более 70 фермерских хозяйств, но общую сумму 180 миллионов. Последние 2 года многие фермеры стали заниматься животноводством, как бы брать гранты под животноводство – это начинающий фермер. А до этого, конечно, все, значит, брали под растеневодство, это на покупку техники. В районе, значит, если взять под растеневодство, получение грантов, значит, фермеры купили около более 50 единиц техники, тракторов, и вместе с ним сельхозтехники, принципной инвертарь. И с прошлого года мы стали, как бы, отбирать на получение гранта, как бы, те, которые будут заниматься животноводством. И где-то все вместе, значит, где-то около 20 фермеров взяли грант на животноводство. Это начинающие семейные фермеры. Если так сказать, значит, мы в районе построили и реконструили около 8 животноводческих объектов. По грантам, значит, делаем один убойный цех, оборудование для птицеводства, тоже такой у нас есть грант, семейная ферма. Купили где-то 600 голов КРС. И также мы, вот, в 2019 году фермеры взяли грант. Мы от них сейчас, в этом году, это ближайший месяц-два, ждем еще 180 голов, значит, они должны завести, уже купили, деньги им перечислили, должны завести, уже 180 голов, вот, мы ждем день за день. Как бы, они, как бы, на карантине сейчас стоят, должны завести. Я думаю, что и в дальнейшем мы будем больше работать над животноводством, именно по грантам, по технике, я думаю, поросневодству у нас, как бы, фермеры тоже будут участвовать, но больше мы будем внимания обращать, именно, которые будут заниматься животноводством. Это хорошее подспорье, это хорошее, значит, начинание для увеличения животноводства в районе, для увеличения производства животноводческих, значит, молока, мяса, производство, это хорошее, я думаю, начало, это, значит, грантовая поддержка. Гранты для фермеров уже давно стали доброй традицией в Кашхабрском районе. Благодаря такой поддержке начинающие сельхозпроизводители не просто расширяют производство, а воплощают в жизнь самые амбициозные планы. В 2019 году папа Руслан, значит, взял грант, мы это поддержали на строительство убойного цеха. У нас, как бы, район, вообще, он, можно сказать, что он птицеводческий район. Более 12 фермерских хозяйств, значит, содержит птица, это бройлер на мясо. В год у нас это, мы в год выполняем, значит, по производству мяса, именно по птице мясо, около 600 тонн выполняем производство мяса. И у нас в районе не было, как бы, переработки мяса. Сейчас, как бы, вот, у нас будет убойный цех производства мяса, именно по птицеводству. Это, я думаю, что, как бы, необходимо для района. Как у нас, как много птицеводов, почти все птицеводы у нас продают мясо, как бы, куры в живом весе. И бывает, что идет хорошо это все, как бы, и бывает, что нету продажи. И для этого, как раз, у нас необходимо производство мяса. Я думаю, что это строительство сейчас, которое идет у нас в районе, я думаю, что это необходимо для района. Запускать, он думает, в июне месяцы, в июне, в начале июля. Индивидуальный предприниматель Каплану Нароков вот уже более 20 лет занимается разведением птиц-бройлеров. За все это время фермер сумел создать все необходимые условия для успешного ведения своего бизнеса. В корпусе, где содержится в настоящее время 25 тысяч голов, чисто и нет сильного запаха. Здесь создан особый микроклимат. Поддерживается постоянная температура воздуха, работает вентиляционная установка. Птичница Екатерина Поддобная, работающая на фирме на протяжении 10 лет, отмечает, что бройлеры – порода кур, которую выращивают специально для мяса. За короткий промежуток времени можно получить отличный прирост массы. Естественно, для этого нужно обеспечить надлежащий уход, составив правильный рацион кормления бройлеров и соблюдать режим питания. У меня весит рацион, и вот это вот веса. Я на весах выставляю, пропускаю пшеницу, там, например, ну, 400 килограмм, грубо говоря, укрожен, жмых, все через веса. А потом ее туда перекачиваю, масло добавляю, ну, добавку, и все перемешиваю минут 10, и туда, через кормоподачу. А там они уже сами, тоже автоматикой. А с суточной до 10 дней мы вручную кормим, крановыми. А в кормушке тоже старт, молотый наш. А там у нас, как, пеленки стерем и ячейки кидаем. И вот туда вручную мы сыпем, главное, до 10 дней, пока они маленькие. Главное, первые 10 дней их хорошо покормить, а тогда уже и зависит, как они растут. Трудностей никаких не возникает? Нет, нет, нет. Главное, кормить, чтобы они все было хорошо. А так мы уже постоянно своим кормим, молим. С реализацией продукции у фермера проблем не возникает. Налажен рынок сбыта.